артур нжд вы его знаете вот он идет немножко позаниматься спортом окунуться в теплую водичку я шучу она совсем не теплая вообще ледяная это речка разданы здесь смотрите какое место есть интересно ну кто не в курсе летом я как-то здесь даже купнулся даже летом было холодно артур прямо сейчас зимой конце декабря будет окунаться смотрите вода чем холодней погода чем холодней тем шикарно купаться а вот сейчас мы и посмотрим я сейчас буду заходить воду она холодная но я буду делать вид что где не холодно давай давай смотрите тут лед здесь снег лежит здесь артур долго не надо там находиться надо просто зайти чтобы стресс чтобы наши клетки проснулись и сейчас будет тепло сейчас я буду одеваться мне будет тепло тепло снежок а вот здесь артур прогуливается неплохо да состояние шикарное это место набережная река раздан здесь тренируются профессиональные спортсмены армении борцы и боксеры кикбоксеры все здесь занимаются все все условия для того чтобы тренироваться в общем классное место я даже не знал про это место хотя уже не первый раз в ереване но вот артур каждый раз показывает что-то новое что-то интересное но все мы поехали дальше будем саша ходить заниматься обязательно обязательно как позанимались спортом все пошли в магазин за покупками стандартная схема вы уже знаете сейчас закупим продукты и поедем навещать одну семью где муж и жена оба были на фронте оба были ранены здесь в очереди в обменник сегодня 200 долларов люди прислали сейчас их разменяем на драмы и будем делать покупки вот постепенно набираем продукты одна тележка уже почти полная сейчас будем заполнять вторую продукты задаешься вопрос а прервав ли или какие-то такие сладости является ли продуктов скажем так первой необходимости или не сколько они стоят 330 грамм ну блин это пол доллара ну возьмем я думаю ничего страшного тележка с продуктами где-то примерно 35 40 тысяч драм это где-то 70 80 долларов вот сейчас поедем две семьи это для одной семьи там точно такой же набор для другой семьи и еще примерно долларов 100 идет на каждую семью виде наличных ну все сейчас мы уже идем на кассу закончились покупками сейчас загружаемся ну все я прекращаю снимать сейчас помогать буду приехали привезли продукты семью вот смотрите люди живут вот в этом доме понятно что в тяжелых условиях смотрите какое тут место какие-то заводы заброшенные в общем вот какое-то вот такое как говорят пластилиновая местность собаки дворняги вокруг ходят он смотрите какой дом сейчас пойдем внутрь посмотрим что там происходит ну поможем насколько возможно какие-то тут трущобы смотрите чё тут здесь люди живут уходим куда-то в темноту семья раненых электрощитки конкретно аварийное жилье идем куда-то в темноту вот там квартира это коробки здесь непонятно заходит вот и и дон и ну и вот это все хозяйка делает сама вот эти подставочки тоже она сама делает вот на бутылке тоже вот такие вот штуки вот там в углу швейная машина рабочее место но отопление вот такое вот сами видите и воевать умеют там пианино есть они собрались вот сейчас недавно пойти мы решили тогда в шуши сделать свой шуши и зарегистрировать мы решили сделать свой брак в каких условиях вы живете вот они не жалуются на условия что есть у нас это это наше богатство у меня был дом в Келбадеаре он что оставил там вещи все в течении 5 лет они купили в вашем ферму уехали шестки это не было но я не могу сказать что это было что это было не было потому что она была швейная но мы были и не готовы когда мы были в доме я купил карану шестки В течение 5 лет они купили вовсе ферму, уже 5-6 животных было у них. Все осталось там. Да, получилось, что сейчас все осталось там, Кельбаджаре. Когда мы пришли, вернулись сюда, Ереван. Мы решили, вышли из больницы и решили найти машину, чтобы поехать в Кельбаджар. Наши вещи там уже не было. То есть разграблены были там. И дом был тоже. Вот скажите, что вы чувствуете, когда вы потеряли дом свой? Вот сейчас вы здесь живете, в Ереване, да? Что вы чувствуете? Здесь болит. Сердце болит. А у меня тоже болит. Тогда болит, когда вот хочу что-то сделать. Я думаю, что это вещи здесь. Но когда вспомнил, что ищи, ищи, потом вспомнил, что там Кельбаджаре осталось. Немножко, потому что он грустил. Но ничего. Новые сделаем. Молодые. Новые. Ага, новые сделаем. Заново все. Главное, что вместе, да? Да, конечно. Вот заходит, что прям чувствуется такой армянский очаг, да? Да. Самое главное, что она со мной. Да, вот. Сначала мы стресс у нас был. Все, говорит, постельные принадлежности. И мы смотрим назад, когда сколько мы всего потеряли. Мы сейчас рядом друг с другом, хотя и раненые, но рядом друг с другом. И мы сейчас рядом друг с другом, хотя и раненые, но рядом друг с другом. И вот такая пословица говорит, пусть вот это только то, что вот оно ушло, лишь бы это была потеря. Почему им будет потеря? Матик, эрехет, короче. Здесь есть люди, которые детей потеряли, мужей потеряли, родные потеряли. Матик, эрехет, 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 эрехет. Бессмысленно думать о вещах, то есть горевать об этом. То, что главное, то, что вот они живы-здоровы. Ты говоришь, у меня есть ложевая, но они живы. И они чувствуются, что они не нужны и не приходят. И меня чекает эрехет. И задумался, что они болят. Врачи сказали, что ей повезло. Пока сидели, свет отключили. Она говорит, что вы правильно заметили, что люди, которые воевали, они по характеру немножко другие. Они более близкие, они более родственные. И когда встречали парни, которые не воевали, мы всегда обнимались, здоровались, близких, как родных. Я говорю, что они очень близкие, но они не такие близкие, как те, которые прошли в войне. Я говорю, что они очень близкие, но они очень близкие. А особенно в этой войне всегда с юмором? Потому что они очень близкие. Я говорю, что они очень близкие. В семье раненых, погибших. Но чтобы жена с мужем воевали, такого не было. Это уникальный случай. Хотелось бы, чтобы вы рассказали, как это получилось, что Гайне тоже пошла воевать. И расскажите о ваших ранениях. Вы вдвоем были ранены. Я сейчас расскажу, как вы в состоянии познакомились. Мы познакомились в 1992 году во время войны. Мы там познакомились друг с другой. Ну, я полюбила ему. Ей. Ей. И после этого живем вместе. Я без него не могу поехать в войну. Он как талисман для меня. Она может? Да, конечно. Она может без тебя? Нет, да. Я как жить для него. А ранения, расскажите, как получилось у вас? Контузия? У нас, наши ранения, это контужия. Оба мы контужены сейчас. Вот с нами был наш командир. В этот раз. Он несколько дней раньше получил свое ранение. После него 13-го. Как начались бомбардировки, мы попали под подстрелив. И оба были этот самый блиндажи. И снаряд рядом с нами взорвался. Он внутри был, а я наружу был. Мне голову ударил этот ящик. Ящик, ящик. В общем, ящики. Мы сняли, ящики. И мы сняли, что было. Поэтому, мы не можем уничтожить. Мы сняли, что мы сняли. У нас были. дух и опять хотим пойти воевать, если надо. Защищать свою родину, защищать свои границы, защищать свой народ. Люди, которые с 90-х годов. Они в 90-х годах тоже воевали, и вот он рассказывал, что даже на войне познакомились. И друг без друга не могут жить и меч. Настоящая армянская семья. Конечно, если все думали, как мы думаем, первое место для нас это наша родина. Если не будет родины, нам тоже не будет ничего. Ребята, вы видели эту семью. В общем, все неприятства, которые могли случиться, они с ними случились. Мало того, что живут уже 20 лет в откровенных трущобах. Я вначале уже показывал, что это за место. Свет вырубают постоянно, условий нормальных нет. Так еще они переехали в Кельбаджар, который сейчас отдали Азербайджану. И только они там построили небольшой дом, как началась война, они и там все потеряли. Так они еще и воевали, и оба были ранены. Но люди сильные, люди молодцы, люди держатся.